Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на проектор Full HD, при этом за супер разумные деньги. И там много достаточно любопытных технологий внутри. Так что давайте разбираться вместе, как это все работает. Полное именование модели Sandil TD96. В моем случае это версия с Android, предустановленная внутри. И наверняка будет интересно всем, кто хочет купить недорогой, но все-таки достаточно качественный Full HD проектор. Сверху у нас располагается обозначение разрешения, название бренда, а также есть их передатчик, чтобы мы могли установить данное решение на потолок. Ну а снизу у нас есть ножка, которая по нажатию на кнопку выезжает для классического размещения. А также есть соответствующие крепления под болты, если мы захотим, например, установить, как я уже сказал, на потолок. С фронтальной стороны есть крупные кнопки. Они, по сути, позволяют нам использовать весь функционал Android и настроек, в принципе, самого проектора. Крайне удобно. Здесь можно действительно выбрать все. Плюс они большие, легко нажимаются. Даже в темноте их найти никакого труда не составит. И, естественно, есть пульт дистанционного управления, который у нас с полным набором кнопок. И будет не менее интересным и удобным для использования на ежедневной основе. Слева и справа у нас размещены два динамика. Они дают мощный, качественный, чистый и достаточно басистый звук. Фильм осмотреть одно удовольствие для игр тоже подойдет. Да и музыку на них послушать тоже можно. Звук меня реально удивил. Колец фокусировки у нас два. Первое позволяет как раз сфокусировать изображение, а второе изменить наклон изображения. Это будет удобно для того, чтобы поставить его в том или ином положении. А в настройках самопроектора можно изменить положение трапеции, что позволит финально добиться наиболее качественной картинки. Что касается портов, то они размещены сзади. Здесь у нас есть ик-приемник дополнительный, VGA, два USB 2.0, два HDMI, AV-выход, выход на наушники, ну либо на колонку, порт питания, кнопка включения-выключения питания, ну и конечно же LAN-порт для подключения проводного интернета. Интернет сам же подключается у нас по Wi-Fi без каких бы то ни было проблем. Ну а внутри установлен Android. Да, это не Android TV, но все-таки здесь у нас есть возможность установки приложений и использования всех основных по умолчанию, которые уже загружены. С точки зрения интерфейса, единственное, к чему я бы придрался, это, наверное, к русификации. Но говорят, что с апдейтами это исправят. Сейчас все на русском, но есть некоторые пункты меню, которые могут позабавить любого русскоговорящего человека. С другой стороны, настроить сам проектор и его использовать на ежедневной основе это не мешает. А наличие русского языка в любом случае, даже в не совсем корректном на данный момент, будет серьезным большим плюсом, в отличие от конкурентов, которые русификацией не обладают от слова совсем. Немаловажна будет поддержка Bluetooth для подключения гарнитуры наушников, либо акустической системы. Ну или, например, пульта дистанционного управления с голосовым вводом. Изображение качественное. С точки зрения фильмов я вообще придраться не могу. Здесь мы с 1 метра 48 сантиметров можем получить изображение до 150 дюймов. Однако в этом случае из-за конразности 4000 к 1 и яркости примерно в 3000 люмен, изображение становится немного менее ярким, особенно если мы не используем соответствующий экран, который покупается отдельно. Однако если мы хотим получить изображение размером от 80 до 100 дюймов, вот здесь можно развернуться по полной. Картинка будет яркой, сочной, цветопередача будет отличной, и это максимально напоминает тот экран, который мы видим в любом абсолютно кинотеатре. А это дорогого стоит. Плюс есть поддержка технологий HDR, таким образом можно запустить какую-нибудь игру. Мы запустили, например, PlayStation 5, подключенную к данному проектору, и Человека-паука Майлз Моралес. Сейчас абсолютно все работает, HDR включается, и в итоге мы получаем качественную серьезную картинку и для игр в том числе. Но, возвращаясь в принципе к изображению, могу сказать так. Если вы не особо притязательный потребитель, то вы сможете смотреть данный проектор без экрана, без белой простыни или чего-то в этом духе. Все будет действительно качественно, интересно и круто. Если же вы хотите чуть-чуть более замороченной картинки так, чтобы прям, ну вот, все было вообще по красоте, да, советую докупить экран. Пусть даже не очень дорогой, но он даст дополнительный момент по именно яркости самого изображения и ее ровности. По итогам, однозначно, данный проектор за свои деньги, да тем более еще со всякими скидочками, это решение, которое однозначно придется вам по душе. Тем более в данном ценном диапазоне у него и конкурентов-то особо нет. С учетом, что демонстрирует он действительно очень качественную картинку. Так что, если искали себе проектор, выбирали, что вот сейчас купить в бюджете, ну, в целом до 30 тысяч рублей, то этот проектор будет однозначно кстати. Актуальная цена будет по ссылке в описании. Не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал внизу из красной кнопочки, нажать на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео и несколько доп роликов тут. С вами не прощаюсь, нажмете на один из них, увидимся уже через несколько секунд. Там реально интересное видео.